В преддверии, дорогие братья и сестры, Рождественского Поста Святая Церковь дает нам духовное направление, духовное наставление, духовные рецепты, как правильно повести это благодатное время. Действительно, пост — это время особое, благодатное, которое направлено на наше спасение. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами за божественной руки слышали повествование, которое нам повествует евангелист Лука о двух вещах. Безусловно, они направлены на человека, и это первое — исцеление, а второе — это воскрешение человека. Вспомним сегодняшнее евангельское чтение, как мы слышали из литургии и Священного Писания, что некий человек подошел к Христу. Имя ему — Яир, то есть, если упоминается в Евангелии имя, это значит, он был очень важный человек. Действительно, он являлся начальником синагоги, был уважаемый человек в обществе. И вот у этого человека случилось несчастье. Заболела единственная дочь. Ведь, наверное, мы с вами, дорогие братья и сестры, тоже многие из нас родители не понимают, что такое, когда заболел наш ребенок. А особенно, если это единственный ребенок в семье. Это действительно не спишь ночами, это стараешься чем-то помочь, по возможности. Но вот все, что это было, это все было, видимо, тщетно. И поэтому вот этот человек Яир пришел ко Христу и припал к его ногам, прося, чтобы тот пришел в дом его и исцелил его дочь. Безусловно, эта картина нам показывает, что этот человек, хотя я был везде, всюду уважаем, но вот его смирение, его вера сподвигло к тому, что мы видим, что он припал к ногам Спасителя и просил его помощи. Безусловно, Господь наш Иисус Христос, придя на землю, конечно, он пришел для того, чтобы послужить людям. И вот он принимает этот вызов и успокаивает, мы сейчас идем в твой дом для того, чтобы помочь твоей дочери. И вот, как мы представляем эту картину, это такие узкие улочки, а как мы помним, потому что всегда со Христом ходили его апостолы, их было как минимум 12, его были последователи, плюс еще народ, который постоянно слушал Слово Божие, проповедь Христову, и это была огромная такая толпа, которая постоянно находилась со Христом. И вот, идя по направлению к дому Яира, Христос останавливается и спрашивает, что кто-то ко мне прикоснулся. Безусловно, апостол Пьет, как один из древностных апостолов, старается успокоить спасителя и говорит, что, ну, очень много народа, тут мало ли кто прикоснулся. Ведь невозможно это проконтролировать. Но Христос настаивает и говорит, что кто-то ко мне прикоснулся, потому что он чувствовал силу, которая исходила из него. И, видев вот эту ситуацию, тот виновник, та женщина, которая действительно прикоснулась к кризе Христовой, вышла и заявила о том, что вот уже на протяжении 12 лет у нее был такой недуг, очень непростой, тяжелый. Вот. И она тоже вот на протяжении 12 лет все свои умения раздавала врачам, чтобы исцелиться от этого недуга, от этого кровотечения. И как мы видим, что это все было безуспешно. Все, что у нее было, она все раздала, но толку никакого не было. И вот в надежде на то, что Христос поможет ей в ее беде, и она, собрав все свои усилия, безусловно, вот та болезнь, которая была у этой женщины, она была в ветхом, смотрите, болезнь нечистой, поэтому она не умела прикасаться ни к чему такому священному. И вот она на свой страх и риск, и, безусловно, с верой подошла ко Христу и прикоснулась к его крайней одежде. И тут же, как написано в Священном Писании, она исцелилась. Конечно, Господь знал, что прикасается к нему женщина, что он ее исцелит, все это он прекрасно знал. Но вот показать людям веру этой женщины, вот это было важно, и поэтому он акцентировал внимание на том, чтобы все увидели, что вера, она имеет огромное такое, огромные возможности, чтобы, вот мы смотрим, да, врачи, их было много, они лечили, лечили, ничего не получалось. Вот Господь, Христос, в мгновение ока, исцелил эту женщину. Вот эта вера, которая, как и говорит Спаситель, может двигать горы, если мы будем иметь хотя бы вот такое маленькое зерно вот этой нашей веры. И вот после вот этого чуда к этому уважаемому человеку, к Иоиру, подошел его помощник и сказал, что вот ситуация очень плачевная, что твоя дочь умерла. И поэтому пусть Христос занимается своими делами, проповедует, неутруждая его, потому что это все бесполезно, раз она умерла Бог. Но Христос, слыша эти слова, обращается к Иоиру. Только что на его глазах произошло чудо, что по вере этой женщины Господь дал ей исцеление и подкрепляет его такими словами, что веру, все будет хорошо. И вот они, как мы знаем с вами, дорогие братья и сестры, пришли в дом. Господь никого не оставил, кроме своих любимых апостолов Петра, Якова и Иоанна, а также отца и матери. Зашел в горницу, где находилась умершая. Безусловно, подал ей руку и воскресил эту девицу. Как мы помним, ей отроду было всего лишь 13 лет. Безусловно, это потрясло все то население, которое находилось вокруг, потому что человек вроде уже все ушел в иной мир, но Господь, как мы видим, всемогущий. И опять же, тут вера этого человека и Аира тоже сыграла свою роль, что он верил до конца, что Господь поможет и даст просимое. Почему эта история, дорогие братья и сестры, чему она нас учит? Действительно, она нас учит именно вере, такой настоящей, твердой вере в Бога, что Господь все может сделать для нас. И вот вспоминается, дорогие братья и сестры, другая история, когда ученики плыли по морю, вот это была уже ночь, поднялась буря, сильный ветер, с учениками плодки не было спасителя, он молился, и вот в таком страхе пребывая, они увидели, кто-то идет на встречу по воде. И вот апостол Петр, самый один из ревностных апостолов, говорит, что если ты это Господи, то разреши мне пойти к тебе на встречу по воде. И получив утвердительный ответ, он выходит из лодки и идет на встречу Спасителя. Вот настолько такая вера была на тот момент у апостола Петра, что он поверил и пошел. Хотя это, конечно, для нас грешных, дорогие братья и сестры, это невозможно идти по воде. И тем не менее, увидев вот этот ветер, вот эту бурю, он стал сомневаться. И только вот, когда началось сомнение, тут же он стал тонуть. И тогда он только вот оборотился по Христу, который подошел и спас его от потопления. Поэтому видим, дорогие братья и сестры, что как мы только начинаем с сомневаться в мире, то начинаем тонуть в своих вот этих проступках, в этих прегрешениях, в этом житейском море. И один из святых сравнивает вот эту кровоточилую женщину с нашей душой. потому что действительно наши души, они тоже кровоточат только грехами. Ведь ежедневно, ежечасто, даже, наверное, ежеминутно мы согрешаем перед Богом, перед людьми. И безусловно, тут других рецептов, других врачей нету, кроме одного. Это, конечно же, Господь Бог, который врачует нас, который дает нам прощение грехов наших. Поэтому, дорогие братья и сестры, постараемся чтобы все-таки в нашей жизни побольше было веры, побольше надежды на Бога, что Он, безусловно, поможет нам и спасет нас. Но для этого, безусловно, нужно потрудиться, потому что, как мы знаем из такой пословицы мудрой, что подлежащий камень вода не течет. Поэтому, потрудившись, а это значит, что мы должны с вами, тем более, особенно в это благодатное время рождественского поста, поучаствовать в Таинствах, исповедоваться, причащаться почаще, и чтобы Господь дал нам исцеление нашей души, и чтобы она, вот и как кровоточивая женщина, исцелилась от этих ранг и фон, и чтобы Господь помог нам приблизиться к Царству Небесному. Аминь.